Мне 120. Осталось несколько минут. Сегодня вечером мы также получили много отличных видеороликов от King Missile, Ultra Vivid Scene, Soul Asylum и Sloan. Плюс совершенно новые ролики от The Goo Goo Dolls, Betty Seward, The Best Kisses in the World и The Shaman. Через час состоится мировая премьера нового клипа The Sundays, а прямо здесь мировая премьера альбома Sonic Youth Dirty. Вот первый на планете взгляд на сахарный тростник. Из счастливого часа это Нью-Йоркская королевская ракета со съемным пенисом в программе MTV 120 минут. И интересная история об этом видео, когда Джонас Холт, солист группы, снимал это видео на улице в Нью-Йорке. Он размахивал гигантским съемным пенисом и чуть не был арестован за это, за непристойное обнажение фальшивого пениса. В общем-то так оно и есть. Что именно? Ты так думаешь? Абсолютно верно. Хорошо, я просто хочу, чтобы ты знал, что я Мэтт Пинфилд. Я хотел бы познакомить тебя с особыми гостями сегодняшнего вечера, Дэйвом и Мартином из Депешмолт. Я рад, что ты здесь. Это превосходно. Спасибо, что зашел. Вот уже три года прошло с тех пор, как «Нарушитель» имел огромный успех. А чем отличается этот альбом от других? Было ли настоящим испытанием сделать это, подождать три года и выпустить еще один альбом? Много ли времени ушло на то, чтобы почувствовать необходимость записать еще один альбом? Это верно. Я должен ответить на этот вопрос «да». Я думаю, что на самом деле мы не так уж много думаем о том, чтобы переходить от альбома к альбому. «The Violator» были невероятно успешными, и ты знаешь, что в глубине души ты хочешь сохранить свой успех. Мы в значительной степени поднимались все выше и выше, и мы становимся все более успешными в том, что мы делаем, и наша аудитория становится все больше и больше. И фанаты в значительной степени все время были с нами, что во многом связано с этим. Так что я думаю, что мы хотим, чтобы песни были великолепными, и мы идем в студию с настроем, что этот альбом должен быть лучше, чем предыдущий. И с точки зрения того, что мы хотим сделать и выпустить, мы хотим, чтобы все было по-другому. Мы стараемся изо всех сил пробовать разные идеи и пробовать разные вещи. На этом альбоме мы представили несколько разных людей, и у нас появилось несколько госпел-певцов, и у нас была струнная секция. У нас был игрок на холме и велосипеде, который похож на эту волынку вещь. А ведь мы никогда по-настоящему не работали с другими музыкантами подобным образом. Так что это было довольно интересно, и для нас было очень интересно присутствовать. Например, когда Марк пел в НКС с секцией из 28 струнных инструментов. Наблюдать за этим вживую и делать это прямо сейчас. Это было действительно здорово, это действительно захватывающе. У тебя прямо мурашки по коже побежали. Ты начал задумываться о том, чтобы выступить с песнями вживую, а потом знаешь, все эти вещи приходят тебе на ум, и когда ты снова начинаешь записываться. Но я думаю, что мы просто придерживаемся того мнения, что хотим сделать запись как можно лучше. Это здорово, и у тебя это определенно получилось. Совсем скоро мы вернемся к Дэйву и Мартину, но ты смотришь 120 минут, и мы собираемся переходить прямо сейчас к новому видео Гу-Гу Доллс. А не из Буффало, штат Нью-Йорк, с альбома Суперстар Карвош. Это песня We Are The Normal. Добро пожаловать обратно в 120 минут. Я Мэтт Пинфилд, и сегодня вечером со мной Дэвид Мартин из Депешмолд. Мы только что посмотрели небольшую часть, просто не могу насытиться с твоего дебютного альбома 81 года Speaking Spell и The Wins Clark Days. И вот мы здесь, спустя 8 альбомов, 12 лет спустя. С таким же успехом мы могли бы отправиться домой прямо сейчас. Мы, вероятно, разрушили нашу карьеру. Что касается старых песен, тебе не нравятся старые песни? Ты можешь это сделать? На самом деле, знаешь, просто когда ты видишь что-то подобное, я имею в виду, что это было буквально сколько лет назад? Да, прошло уже 12 лет. 12 лет назад, и ты знаешь, что мы выглядим примерно на 10 лет старше, и это звучит так, будто мы записали альбом, когда нам тоже было около 10 лет. Я не знаю, видишь ли, это было похоже на песню Винца, а стиль написания Винца совершенно отличается от стиля Мартина и всех остальных. Знаешь, эта песня была чем-то вроде той штуки, которая висела у нас на шее долгие годы. И мы все еще пытаемся избавиться от нее, просто не можем избавиться от нее хотя бы немного, просто потому, что мы так сильно продвинулись вперед. Это не значит, что мы не гордимся тем, что мы сделали на нашем прошлом курсе. Мы гордимся, но знаешь, тебе нужно двигаться дальше, и я знаю, что люди должны вернуться к истории. Но давай просто выберем другое видео. А теперь, Мартин, что касается того, как ты писал песни на протяжении многих лет, изменилось ли это по сравнению с тем, когда ты начинал со сломанной рамы? Изменился ли вообще подход к написанию песен в целом? Я имею в виду инструменты, которые ты используешь. В принципе, я все еще работаю в том же ключе. Обычно я начинаю с акустической гитары, отрабатываю структуру аккордов, вокальную мелодию, тексты песен, а затем обычно перехожу к компьютерам, сэмплерам и прочим. А затем пробую сочинить демо-версию, которую я не смог бы представить остальным членам группы. Ты прав. Это здорово, и в этом что-то есть. Я надеюсь, что все же произошла какая-то эволюция. Я надеюсь на это. Да. Я думаю, что она определенно есть. Ты знаешь, как я уже говорил, мы-то знаешь, я думаю, что демо-версии Марка сейчас довольно сильно откатились назад, примерно ко времени создания Time Again. И некоторые замечательные награды на этих альбомах, Мартин действительно подходил даже к музыке для широких масс, он действительно заканчивал демо с аранжировками и структурой. И он был довольно строг в том, что касается того, как я хотел, чтобы это было. Так что мы могли бы пойти в студию и, знаете, сделать эту песню лучше и записать ее более профессионально, если хотите. Но я думаю, что за последние пару лет, особенно за последние пару альбомов, Alan, я и Flat смогли, они оказывают гораздо большее влияние на такие вещи, как звук, структура, аранжировка и все такое прочее. А также на отношение к делу и на то, какие инструменты будут использоваться для этой части. Так что теперь, в принципе, стало веселее, и все, я думаю, вы можете радоваться тому, что принимаете большее участие в создании этой вещи. Это не просто так, когда Марк передает ее нам, а мы, знаете ли, копируем ее. Да, с годами он стал более демократичным. Я не знаю, как насчет Марка. Наверное, да. Я имею в виду, что Марк был таким же, каким он, вероятно, остался. То, как он пишет песню. Ты прав. Если вернуться к старым альбомам, то вот видео, которое относится к 1984 году и четвертому альбому Depeche Mode, это отличная награда. Это мастер и проповедь. Это очень много. С их седьмого альбома Grave Dances Union это сольный альбом Asylum с Black Gold. В этом видео, на случай, если ты не заметил, есть эпизодическая роль Джорджа Гоута, также известного как Норм из Cheese. Это программа MTV 120 минут. Меня зовут Мэтт Пинфилд, и следите за обновлениями, потому что у нас скоро мировая премьера клипа The Sundance, а также совершенно новый клип. Одно от Бетти Северит. А сразу после перерыва мы продолжим выступление с советующими сегодняшнего вечера Depeche Mode. Первый. Взгляни на десятку лучших альбомов на альтернативном радио на этой неделе. Добро пожаловать обратно. Меня зовут Мэтт Пинфилд, и я жду мировой премьеры клипа The Sundance, а также последнего видео от Слаана. Сегодня вечером мы проведем 120 минут с Дэйвом и Мартином из Depeche Mode. При записи этого альбома твой вокал звучит немного по-другому, и особенно на сингле I Feel You это действительно видно по твоему лицу. В нем много остроты, это здорово. А что изменилось в том, как ты записал вокал на этом альбоме, Дэйв? Ну, я думаю, что, во-первых, я старался гораздо усерднее. Ты знаешь, я прекрасно осознавал, что хочу этого. Я думаю, что за последние несколько лет мой голос сильно изменился. Мне также нравится петь вживую в студии. Мне нравится, когда у меня просто есть микрофон, мониторы и все такое прочее, как будто я живу в туре, и я чувствую себя намного комфортнее, делая это. А еще я просто, знаешь, думаю, что в большинстве случаев мы делали много вещей, в которых обнаруживали, что я могу петь на более высокую октаву. Так вот, мы делали много подобных вещей, когда я пел песню в той же тональности, но мы поднимались на октаву выше. Так что это тоже было сведено, чтобы придать песне больше остроты и все такое. Но знаешь, я просто думаю, что мой голос только что сильно повзрослел, и я обрел гораздо больше уверенности в себе, во многом благодаря работе вживую и тому подобному. К тому же я долгое время давал отдых своему голосу. Да, это действительно очень помогает. Да, я уверен. Мартин, что касается того, когда ты писал эту песню, я имею в виду, что она похожа на демо-версию Personal Jesus, которая полностью акустическая, и в ней чувствуется острота вроде как блюз, встречается с чем угодно, но это было круто. У тебя было то же чувство, когда ты написал «Я чувствую тебя». По большому счету, это было демо, основанное на риффах. По сути, это было что-то вроде шаффл-бита, риффа и такого рода кросс-бита, похожего на вокальное звучание. И это было демо с вокалом поверх всего остального. Ты прав. И это действительно прозвучало как-то немного по-особому, как у Иисуса. И мы это осознавали, ну и знаешь, в некотором роде. На самом деле нам действительно пришлось отклониться от этого направления. Потому что это очень блюзовый трек в том же духе, знаете ли, и в нем был такой ритм, который эти ребята исполняли бы, когда они были на танцполе. Я сижу здесь и исполняю блюз. Именно это мы и пытались делать, но смешивая это с классическими композициями депеш. Но в то же время я имею в виду и себя, и всех остальных, мы хотели, чтобы это было гораздо более живым, и мы хотели, чтобы это было именно так. Чтобы звучать более напористо и прямо тебе в лицо, и все такое прочее, как ты уже говорил раньше. Так что на самом деле на этом треке было намного больше производительности, в плане игры на гитаре и тому подобного, а также в плане того, что я пел. Ты тоже это чувствуешь. Я имею в виду, что ты можешь это слышать. Она многослойная, звучит великолепно. Это просто бросается в глаза. Это видно по твоему лицу. Буквально через несколько минут мы посмотрим новый клип Депеш Моут на песню I Feel You. Но, во-первых, вот новый клип голландской группы Бетти Сивиорд. Это песня с их дебютного альбома Palomine, и называется она Сорванец. С их дебютного альбома Smazed группа из Галифакса, Новая Шотландия, называется Sloan, и их видео Underwhelmed Here на 120 минут. Я Мэтт Пинфилд, и обязательно загляну на мировую премьеру клипа The Sundays. Это их кавер на классическую песню The Rolling Stones «Дикие лошади». И если ты еще не слышал эту песню, то она в некотором роде повторяет то, что The Cowboy Junkies сделали для сети магазинов сладостей Лурида. Об этом мы еще поговорим, и, конечно же, о большем с советующими сегодняшнего вечера Депеш Моут. Оставайся здесь, потому что до мировой премьеры клипа The Sundays Here, которая состоится всего через 120 минут, осталось всего 5 минут. Я Мэтт Пинфилд, а сегодня здесь Дэйв и Мартин из Депеш Моутер. Твой новый альбом должен выйти 23 марта. Он называется «Песни веры и преданности». А сингл, конечно же, называется «Я чувствую тебя». Мартин, было ли это осознанным решением — написать рок-песню в рок-стиле? Я имею в виду, что ты выступал на Руд 66 лет назад, и тогда Personal Jesus впервые застал людей врасплох. Было ли что-то такое, что ты сказал «Эй, я собираюсь сделать это», это будет совсем другое ощущение? Не совсем так, просто. Просто так получилось. Все просто очень естественно. Ты же знаешь, я никогда не задумываюсь о своих намерениях, когда сажусь и пишу песню. Я просто пытаюсь уловить какие-то эмоции, и пытаюсь общаться с людьми, вот и все на самом деле. Какие вещи ты слушал в последнее время? Оказали ли они какое-либо влияние на то, что ты делаешь прямо сейчас? Возможно, так оно и есть. Это ты. Слушай много блюза, постоянно слушай много блюзовой музыки. Здесь много блюза и госпела. Я думаю, что в этом есть определенное влияние госпела, даже если это, знаешь ли, наш фирменный знак. Я думаю, что это все еще присутствует. Я думаю, что во всем альбоме есть что-то настоящее, духовное, если хотите, и это действительно поднимает мне настроение. Я надеюсь, что то же самое происходит и со всеми остальными. И я думаю, что из-за того, что здесь присутствует много подобных влияний, и то же самое касается меня, я тоже слушаю много подобного материала, много блюзовой музыки. Это здорово. Так вот, видео было снято в Калифорнии. Ты решил сделать это во время миссии. Это было что-то такое, что вы, ребята, решили сделать в центре города? На самом деле мы делали фотографии во время миссии, но видео мы снимали в пустыне, где Антон любит проводить довольно много времени. И на самом деле было очень холодно. Мы надеялись на солнечный свет, но в основном шел дождь. Но нам повезло. Из-за того, что шел дождь, было много облаков и тому подобного, и я думаю, что это добавляет зрелищности сценам. Это почти похоже на то, что мы создали несколько сцен, но ни одна из них на самом деле нереальна. Ты не совсем уверен, похоже ли это на то, что там происходит. Но все это происходило в пустыне, да. Это здорово. Ну что же, почему бы нам не проверить это прямо сейчас? Вот новое видео группы Depeche Mode на песню I Feel You. Вперед в будущее! 120 минут. Привет, я Мэтт Пинфилд, и я снова с тобой во второй 60-минутной передаче MTV 120 минут. Я просто хочу сообщить тебе, что на следующей неделе шоу начнется на полчаса позже, в 12 часов 30 минут, в 11 часов 30 минут по центральному времени. Но не переживай по этому поводу, потому что на следующей неделе шоу вернется к своему обычному расписанию. Впереди еще один разговор с Дэйвом и Мартином из Depeche Mode, а также альтернативные музыкальные клипы Sugar, The Candy Skins, Nets Atomic Dustbin, Ferra Pee и Belly. Плюс совершенно новые клипы от лучших целующихся в мире The Shaman, и прямо здесь, чтобы начать этот час, мировая премьера клипа The Sundes с альбома Blind. Вот обещанный в качестве первого на планете взгляд на обложку классического альбома The Rolling Stones Wild Horses. Это песня с дебютного альбома Капа Блю, с которой бывший фронтмен Хаска Дю Боб создает новую группу Sugar вместе с If I Can't You Change Your Mind. Ты смотришь передачу MTV 120 минут. Меня зовут Мэтт Пинфилд, и сегодня вечером ко мне присоединится Дэвид Мартин из Depeche Mode. Давай поговорим о духовности и названии альбома песни веры и преданности. На альбоме есть такие песни, как «Милосердие», «Иуда», «Осуждение», «Высшая любовь». Очень там есть духовные темы. Это то направление, в котором ты движешься сам с собой, когда пишешь. Я думаю, что у меня есть проблемы, и мне следует обратиться к психоаналитику. Я думаю, ты прав. Я имею в виду, что дело не только в этом альбоме. Во всех моих песнях я затрагивал только три темы. Любовь, секс и религия, и как правило, это все, что у меня есть. В общем-то, это и есть жизнь, не так ли? Они создают мир вокруг себя. Они переплетены, знаешь ли, большую часть времени я думаю, что это одно и то же. Так вот, именно об этом я обычно и пишу. В этом мое вдохновение. Я имею в виду, что многие люди часто спрашивают меня, трудно ли мне петь тексты Марты и тому подобное. И нет, это не так. И я говорю нет, потому что темы, о которых он поет, на самом деле это жизнь, жизненный опыт, и все такое разные люди постоянно проходят через это. Так что мне легко это делать. Ты прав. Я имею в виду, что ты выражал это самыми разными способами. От «Я хочу, чтобы ты был сейчас в музыке для масс», да даже кто-то, который является любимой песней некоторых людей всех времен. Им просто нравится. Они чувствуют, что в этом треке так много страстей и человеческих эмоций. Это отличная песня. Все эти песни действительно великолепны. И новая пластинка тоже великолепна. Позже мы еще поговорим с Дэвидом Уорроном. Позже мы еще поговорим с Дэйвом и Уорроном. Мы также возьмем Мэтта в тур с этим альбомом. У меня есть еще несколько хороших песен на этом шоу. Все в порядке? Да, да. Ты уже играл. Ну что же, с этими песнями ты отлично сыграл. Мне это нравится. И мне нравится, что я чувствую тебя. Но в этом-то все и дело. Теперь, когда ты распял нас на кресте. Ох. Ну, знаешь, и ты показываешь людям, как далеко ты продвинулся. Это отличный фильм. Все в порядке. Все в порядке. Мы еще вернемся. Мы также посмотрим классику с участием Дэпеш. Вот видео с альбома Кэнди Скинс из Оксфорда, Англия. И их новый альбом называется «Фан». Это же Оэмбли. Это программа MTV 120 минут. Я Мэтт Пинфилд и Дэвид Мартин из Дэпеш Мотор. Мы в полном замешательстве. Но нам весело. Это всего лишь видео, которые ты просматриваешь. Ты ведь давно их не видел, верно? Вот так вот. Это немного выводит тебя из себя. Странная любовь. Это была американская версия сингла, и сегодня мы были вынуждены снять еще одно видео. И мы были не так довольны им, как оригиналом, который мы сделали с Антоном. Ты прав. Ну вот и все. Вот и все. Все в порядке. Конечно, вы, ребята, здесь. Но, конечно же, с Флетчем и Энди. Я имею в виду, извините, но Флетч — это Энди. Флетч. Это Флетч и Ален. Как поживают эти ребята? Я имею в виду, что когда дело доходит до отдельных вещей, которые вы, ребята, делаете в группе Дэпеш Моут, у вас просто все получится. Мартин, какова роль каждого в группе? Ну, в общем, вы знаете, мне пришлось взять на себя обязанности автора песен уже тогда, когда Винс покинул группу, потому что кто-то должен был это сделать. Так ли это было на самом деле? Как это было? Неужели это было так страшно? Тебе было страшно, когда это случилось в первый раз? Я имею в виду, когда он ушел, чтобы просто сказать «Ну что же, вот что я собираюсь сделать». Ты уже начал писать? Ну что же, я уже начал писать. Я начал писать песни, когда мне было около 13 лет. Так что это было, знаешь ли, более естественно на самом деле. Ты знаешь, я просто, как я уже сказал, кто-то должен был это делать. И я все равно уже занимался этим в течение 5-6 лет. Так что я просто продолжал, и мы не слишком об этом беспокоились. Знаешь, мы были слишком молоды и наивны, чтобы даже волноваться. Когда ты был маленьким, ты, как правило, не беспокоился. Ты не так много планируешь. И знаешь, мы просто пошли в студию, и Мартина заставили написать 10 песен или что-то в этом роде. И мы пошли и записали, и на самом деле, знаете, когда слушаешь «Эй Броукон Фрэнд», мы все думаем, что это наш самый странный альбом. Потому что он довольно разрозненный и разбросанный по всему миру. Так что это действительно что-то вроде легкой попсы. А еще есть экспериментальные треки, такие как «Монюмент» и прочее. Обычно этот альбом нравится самым безумным фанатам. Да. Например, «Секретный сад», когда я фотографирую тебя. Я имею в виду, что ты ходишь туда-сюда и все такое прочее. «Покидая тишину», это был сингл, который там был. Это был тот самый. Первый сингл. Да. Да. Это здорово. Так что, возвращаясь к первоначальному вопросу, я взял на себя эту роль. А Алан — музыкант, ты знаешь, он как? Пианист с классическим образованием, и по сути он гораздо более талантлив в музыкальном плане, чем все остальные из населения. Потому что... Он будет работать намного усерднее. Да, а мы намного ленивее, поэтому, как правило, позволяем ему делать много подобных вещей. Ты же знаешь, Дэйв по натуре певец. Мы взяли Дэйва, потому что нам понравился его голос. Он и есть тот самый певец. А Энди совсем не музыкален, так что он склонен больше заниматься бизнесом. Но у нас все получается. Давайте вместе. Да, я имею в виду, что теперь роли довольно четко распределены, но в то же время мы действительно хорошо работаем вместе. Знаешь, как ты сам сказал, это наводнение похоже на четыре угла квадрата, которые сходятся вместе. И знаешь, у нас получается что-то вроде действительно особенный момент, когда мы собираемся вместе. И это работает, ты же знаешь. Ты прав. Так что я думаю, сейчас меньше проблем из-за того, что люди борются за пространство и тому подобное. Потому что за эти годы каждый нашел свое место. И Эл счастлив сидеть за письменным столом по 12 часов в день. И сейчас у нас все отлично получается. Он и сейчас там на самом деле до сих пор. Ладно, подробнее о Дэйве и Мартине чуть позже. А сейчас вот совершенно новое видео от лучших целующихся людей Сиэтла в мире. Их новый альбом называется Пудин. На самом деле это мини-альбом. И эта песня называется Собирают цветы для... С их первого полноформатного альбома медсестра ирландская трио выступала под названием «Терапия тошнотой» в программе MTV 120 минут. Я Мэтт Пинфилд, и сегодня вечером у нас еще будет последняя запись от Белли. Совершенно новое видео от The Shaman и культовая классика от Tonight's Special Co. Ведущий Depeche Mode, добро пожаловать на 120 минут. Я Мэтт Пинфилд, а мои специальные соведущие сегодня Дэйв Гоун и Мартин Гор из Depeche Mode. Теперь, когда пришло время решать, кто будет исполнять песни, ты уже спел несколько песен на этих пластинках, Мартин. Это вопрос, который решает вся группа. Или когда вы сами пишете треки, вы говорите, что это то, что я хотел бы сделать. Возьмешь на себя ведущую вокальную партию. Как у вас это получается? Ну что же, я хотел бы сказать, что некоторые песни мне стали ближе, и я почувствовал потребность спеть их. Но это неправда. Так что ответ гораздо скучнее, чем этот. Просто знаешь, некоторые песни подходят моему голосу, а многие песни подходят голосу Дэйва. На самом деле все очень просто. Теперь все тоже стало черно-белым. Знаешь, когда мы приступаем к работе, как с этим альбомом, у нас не так много определенных моментов. Я имею в виду, что иногда мне может захотеться спеть песню, которую, знаешь ли, в конце концов споет Марк, и мы попробуем ее. И в воскресенье мой голос звучит слишком агрессивно, и я не могу этого сделать. А потом появляется Мартин, у него прекрасный голос, и это действительно совершенно очевидно для нас, понимаешь. Так что это не то, из-за чего мы боремся или что-то в этом роде. Я думаю, что это тоже хорошо, и это добавляет альбому новых возможностей. Учи. Записывай правильно. А теперь, когда ты пел с хором, было ли это действительно сильное чувство, когда ты проделывал все это с этим Мартином? Это секция. Да, струнная секция. И я тоже. Да. Это было что-то настолько необычное для нас, что это было просто очень интересно. Ты знаешь, обычно мы тратим не менее трех недель на запись каждой песни, а затем, вероятно, еще неделю на ее сведение, и все это было сделано за несколько дублей. Да, это было захватывающе. И это было очень спонтанно. Да, все происходит настолько спонтанно, насколько это возможно. Я имею в виду, что я как-то говорил кому-то, что прошло минут десять, ну, знаешь, когда Марк действительно вошел и спел это пару раз. Понимаешь, это был первый раз, когда он это сделал. Он чувствовал напряжение в студии, и вся струнная секция из 28 человек с нетерпением ждала начала работы. Знаешь, у нас все получилось. И Марк просто зашел в кабинку и спел вместе с ним. И я думаю, что он пел фантастически, потому что боролся против, а также его струнная секция, которая была действительно громкой, знаете ли, и они тоже были полностью увлечены этим. А потом пришел парень, который все это организовал, Уилл Мэллоун, и сказал, вау, это было здорово, знаешь ли. Это было так здорово, что у меня волосы на затылке встали дыбом. И это было действительно захватывающе. У меня был настоящий озноб. Все в порядке. Это здорово. Ну что же, вот песня, которую Мартин исполнил в главной роли с альбома Depeche Mode, 86 года. Одна из моих любимых, Black Celebration. Она называется A Question of Last. Спасибо, что не спел сегодня вечером 120 минут. Поверь мне, мы действительно ценим это. Я нахожусь в Пинфилд, и сегодня вечером моими специальными гостями и советующими были Дэйв и Мартин из Depeche Mode. Это было весело, не так ли? Правда? Да, я думаю, у нас получилась хорошая песня. Мне она действительно понравилась. Я хотел бы по-быстрому спросить тебя, прежде чем мы отправим тебя в тур, и я хотел бы знать, когда ты планируешь отправиться в турне. И думал ли ты о выступлениях на разогреве или о чем-то подобном? Ты еще не закончил? У нас уже есть такой длинный список. У нас есть идеи для выступлений на разогреве. И на самом деле это действительно сложно, потому что, знаешь, нам нравится брать с собой кого-то, кто нам всем нравится и кто нам всем нравится. И этот список примерно такой длинный. Потому что все это происходит из-за того, что всем нравятся разные вещи. Но мы приближаемся к этому, мы уже близки к этому. Да, в мае мы начинаем турне по Европе и Франции. Мы пробудем в Европе довольно долго и приедем сюда в сентябре. Начиная в сентябре, почти до самого Рождества. А потом мы отправимся встречать Новый год. Я думаю, мы отправимся в Южную Америку и Австралию, на Дальний Восток. А потом, возможно, вернемся в Америку следующим летом. Так что нам предстоит пройти долгий путь, да. Отлично. Но лично я очень рад этому. Да, все очень рады, что ты возвращаешься к нам. Они просто в восторге. Они хотят снова увидеть группу вживую. Да. Знаешь, так что будет здорово увидеть новые песни вживую и некоторые из старых любимых. Все тоже будет по-другому. Потому что мы по-другому подошли ко всему альбому с точки зрения исполнения, и я собирался сыграть на нескольких барабанах. И мы надеемся, что это получится. С нами также будет пара вокалистов, которые помогут нам с вокалом. И я думаю, что в этом шоу будут все классические вещи, но я думаю, что там будет несколько сюрпризов и некоторые вещи, которые вы раньше не видели. Так что и для нас это тоже по-настоящему захватывающе. И знаешь ли, это вызов. Это здорово. Ну что же, большое спасибо, что пришел. Я действительно ценю это, Дэйв. Здорово, что ты у меня есть. Увидимся позже. Увидимся снова, когда ты придешь. Мы действительно с нетерпением ждем этого момента. А вот и совершенно новое видео на заглавный трек к последнему альбому The Shaman. Это босс-драм. Это шаман с босс-драм. И это финальное видео, которое выйдет сегодня вечером через 120 минут. Большое спасибо Дэвиду Мартину из Depeche Mode за то, что заглянули. И обязательно настройтесь на следующее воскресенье, когда Джон и Джон из They Might Be Giants будут здесь в качестве ведущих и сыграют акустическую версию. И не забывай, что на следующей неделе время изменится. Сейчас 12 часов, 30 минут, 11 минут, 30 секунд по центральному времени, но только на одну неделю. Так что не расстраивайся из-за этого. И если тебе так хочется, напиши нам и дай знать, что ты думаешь о сегодняшнем шоу. Адрес. Бродвей, 1515, 24 этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1036. Спасибо за просмотр и за 120 минут. Я Мэтт Пинфилд. Оставайся с нами, так как музыкальная революция 90-х продолжается прямо здесь, на MTV.